Привет, ребята, это YouTube-канал Красньюз, и я журналист Дмитрий Полушин. Это будет немного странный, нестандартный, для кого-то, покажется, даже смешной выпуск, но я хочу его записать, потому что давно напрашивается. И начну я его с одной истории. Лет 15 назад, сидя на лавочке в сквере Сурикова, ко мне подошли две девушки и спросили, молодой человек, а верите ли вы в Бога? А хотите ли вы поговорить о нашем Боге? Знаете ли вы, как его зовут? Знаю, говорю, девчата, Иегова зовут вашего Бога, но спасибо не надо. И вот прошло 15 лет, и, наверное, все те же девушки подходят на митингах, на улицах, и пишут в личку, молодой человек, хотя, кого я обманываю, уже не молодой человек, а верите ли вы в СССР, что РФ не существует, а существует Советский Союз? Федеральные средства массовой информации даже придумали, как называть этих людей, верующих в СССР. Секта свидетелей СССР. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, организации деятельности, экстремистской организации. Последователи этой идеи отказываются от российского гражданства, пользуясь российским паспортом лишь при очевидной необходимости. Вот жительница Нижнего Тагила, у нее в паспорте такой же вкладыш, какие нашли в Кирове при обыске. Женщина не платит за жилищно-коммунальные услуги, объясняя это тем, что она гражданка Советского Союза, и российские законы соблюдать не должна. А как же Российская Федерация? Ее нету, и территории нету, и народа нету у Российской Федерации. Откуда взялась эта волна граждан СССР? На Урале давно сформированы псевдоминистерства и службы. Вот временно исполняющие обязанности министра внутренних дел СССР и РСФСР, считающие, что на эту территорию у Российской Федерации нет правообладающих документов. Мы начинаем действовать по Конституции 77-го года, которая никогда не отменялась. Это еще один министр внутренних дел СССР уже ростовского разлива. А это обыск у другого силовика СССР в Нижнем Тагиле. Злоказов Андрей Геннадьевич, командующий вооруженными силами территории Свердловской области РСФСР. На основные должности, как выяснилось, назначали в Москве. Это президент СССР и РСФСР и верховный главнокомандующий Сергей Тараскин. Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Люди, уверовавшие в то, что Российской Федерации не существует, что это фейковая страна, что уже какими-то договорными отношениями с Израилем и с другими странами Запада Российская Федерация не существует, нелегитимна. Эти люди появляются во всех чатах, во всех комментариях. И обязательно под каждым моим видео в Ютубе найдется человек из страны СССР, который вставит свои пять копеек о том, что в Советском Союзе все будет по-другому. Надо двигаться только к светлому будущему. Российская Федерация незаконное формирование на территории государства СССР. Другого высокопоставленного деятеля СССР задержали в Осетии и подозревают в мошенничестве. Я представитель власти. Вы должны подчиняться мне. В некоторых регионах так называемых СССРовцев даже преследуют за экстремизм. И я понимаю людей в погонах, потому что появление СССРовца в любом чате превращает это обсуждение в день открытых дверей всех больниц. И вменяемые люди, которые не верят в СССР и во всю эту, уж позвольте, чепуху, отписываются, уходят из чатов, а я дорожу вменяемыми людьми. И уж если вы, дорогие приверженцы СССР, сейчас меня смотрите, просто отпишитесь. Оставьте наш YouTube канал и наши чаты в покое. Оставьте здоровым людям здоровую повестку. Избавьте нас от идеи существования параллельной реальности Советского Союза. Вы поверьте, не только я один считаю вас странными, если не сказать сумасшедшими. В прошлом году я записывал интервью с известным военным, революционером, бунтарем Владимиром Квачковым. Вы послушайте, что он говорит про СССР и попытки его воссоздать. Сама идея за Советский Союз, безусловно, верная, правильная с точки зрения советской власти. С точки зрения сбора людей, которые не принимают нынешнее социальное угнетение. И национальное тоже. Вот в этой с точки зрения за Советский Союз, безусловно, это движение правильное, как и позволяющее собрать, сорганизовать, познакомить между собой различных людей, различные структуры, которые хотят справедливой политической власти. Вторая позиция, совершенно ложная позиция. Ложная, опасная и вредная. Что будто бы мы сможем восстановить Советский Союз, в том, каких-то юридических или псевдоправовых действий. Вот создадим советы, там же, я сейчас знаю по Москве, штук 5 президентов Советского Союза, штук 10 генеральных прокуроров, еще столько же председателей Верховных Советов. Это симуляторы самозванца, понимаете? То есть людей уводят специально от реальной политической борьбы, вот восстановление Советский Союз существует. Это бред, понимаете? Это опасный совершенно бред людей, с одной стороны наивных, думающих, что да, вот мы сейчас встадим Совет, и все, установится Советская власть. Или там вытопаем деньги советские из шахт, не такие есть, уже, скажем, неадекватные. Мы сейчас вытащим деньги из шахт, куда спрятали, и запустим их, и тем самым воссоздаем Советский Союз. Ну, это уже болезнь, это же психоз, это уже медицина, а не политика. Поэтому, еще раз, делить нужно за советскую власть, я положу сюда, я за зенка советскую власть, место по этому поводу, работа, кстати, не запрещенная, тоже могу вызвать. В отношении же восстановления Советского Союза юридическим путем, там еще вон собирается какой-то писать, ну, вообще, неадекватные какие-то вот. Поэтому, как только вас зовут в Советский Союз, который мы сами восстановим, вот путем там чего-то, это ложь, это обманщики, в лучшем случае наивные люди, а в худшем случае это заведомые провокаторы, уводящие протест в совершенно ложную сторону. Секта свидетелей СССР вовлекает в свои ряды людей доверчивых, не очень грамотных и настойдирующих по Советскому Союзу, хотя многие из тех, кого обращают в веру СССР, застали этот самый СССР в раннем детстве или вообще родились в 90-е. И понятия не имеют, как люди тогда жили. Но, друзья мои, существование в параллельной реальности СССР, на просторах необъятной эрефии, как они ее называют, это не единственная беда и проблема для интернет-пользователей. Российская империя, держава Святая Русь, русский императорский двор, разрешите зачитать вам указ о престолу наследия до восстановления права суверена Российской империи, утверждаю, до избрания нового императора Российской империи, возложить право суверена Российской империи на себя, Горшкова Анатолия Николаевича, канцеля Российской империи. Именно так я и представлял русскую царевну. Да-да, идеи самодержавия, возвращения империи, они не менее актуальны, а они тоже живы, что вы, если канцлеры, и бояре, и дворяне, и короли, и царевны, кого только нет в России, вы просто не знаете. Они все в орденах, у них кители с погонами из царской России, они издают настоящие указы, и я так понимаю, требуют от всех нас, от государственных органов власти, к ним прислушиваться и их исполнять. Мы уже активно с 2016 года всем говорим, ребята, вы живете на территории Российской империи, земли и территории Российской империи никому не передавало. Да, были органы власти советские на территории Российской империи, но эти все органы власти были захвачены, понимаете, и они на сегодняшний день оккупационные. В чем проблема? В голове. С 2016 года, я всем говорю, не существует Российской Федерации. В 2018 году уже королева Великобритании, Бори Джонсон, прилетел, сказал, ребята, вас нет, все, вас закрыли. А люди думают, что есть государство Российской Федерации. Вы понимаете? И пытаются по этим оккупационным законам бороться с этой оккупационной власти. Вы хоть понимаете, вы играете с мошенниками, шулерами высокого уровня в игры в законы глобальные, гайнистские, которые вам поставили. Что вы пытаетесь им доказать? Да они смеются над вами. Я смотрю там в чатах, в ютубе, там в СССР борются с Российской Корпорацией Российской Федерации по законам корпорации Российской Федерации. Нет, вы нормальные вообще люди? Послушайте, вы пока не поймете, что нет никакой Российской Федерации, что это просто управляющая компания, вы ничего не сможете сделать. Ну нет, законодательство Российской Федерации, вы можете это понять, что вы бегаете по судам, вы что, ненормальные? Это просто корпорация. А вы считаете, что это государственные структуры какие-то там? И вот этой фейковой параллельной реальностью органы государственной власти, госбезопасности, МВД практически не занимаются. Не важно, что это дурдом и бред, но это не враги режима. Да, есть признаки экстремизма, да, есть признаки сепаратизма, но куда опаснее те, кто выходят на одиночные пикеты, кто организовывают несанкционированные митинги, реальные и требуют смены официальной государственной власти. Вот с ними, с нами надо бороться. А этих сумасшедших можно не трогать. Наоборот, чем больше людей сойдет с ума, тем лучше. Сохранить ясный рассудок и не сойти с ума. Вот задача номер один на сегодня, ребята. Поэтому, ребята, не в обиду будет сказано те из вас, кто периодически мне отправляет видеоролики про СССР, про Российскую империю, про химтреллы, про вышки 5G, про прививки убийцы, про всеобщее чипирование, про мировой заговор. Я прошу вас не тратить свое и мое время, и еще прекратите тиражировать бред. Вы спросите, во что же тогда нам верить? Я вам отвечу. Верьте в людей. Вы можете не верить в Бога, вы можете утратить веру во Всевышнего, но вы не имеете права утратить веру в людей. Это YouTube-канал Красньюс, я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok